всем здарова народ с вами варчик довольно таки давно уже всякие разные там блогеры не блогеры и игроки высказывают время от времени мнение свое о том что вбр нужно бы убавить но до поры до времени вбр выполнял определенную функцию в игре сейчас же необходимости в этом больше нет но но этот вбр в размере довольно таки большом 25 процентов остается в игре и цифры во время выстрела скачут как угодно это и альфа которая может быть намного меньше либо намного больше и пробитие тоже и сам полет снаряда довольно таки плохо пересекается с адекватностью то как ты свелся полностью или не свелся поскольку шанс попасть в середину прицела что на ходу без сведения что при полном сведении одинаковый единственное что сам круг уменьшается когда ты свелся но не это не сильно адекватно смотрится такая вот стрельба world of tanks 2020 году разработчики когда-то хотели на песочнице уменьшить количество вертух потестировали потестировали и сказали нам не понравилось ну и все пока до свидания так мы играем до сих пор в эту не особо адекватную стрельбу давайте сейчас расскажу вам какую раньше роль выполнял вбр в игре раньше были модельки коллижен модельки танчиков sd качество а сейчас hd что это означало на деле на деле это означало следующее что даже лючки у танка были одной толщины они как часто есть лючки у которых посередине точечка зелененькая там чуть-чуть брони чуть-чуть на три миллиметрика вправо там 400 миллиметров брони еще чуть-чуть куда-то выше там 100 миллиметров брони и там броня просто так сказать что просто жесть а раньше просто лючок был мало того что он не круглый был а как шестигранник он был одной толщины везде а сейчас броня настолько пляшет она типа перевелась в hd что там просто буквально на один миллиметр туда-сюда двигаешь прицел по танку и разница в броне колоссальная так вот раньше если ты целишься в нлд оно все было одной толщины но имело понятное дело что наклон то есть был просто наклон брони и толщина брони все оно было просто одной толщины наводишься на нлд хватает бронепробития пробиваешь если угол сильно большой то рикошет все больше ничего там не могло быть сейчас наводишься на какую-нибудь часть танка которая вроде бы уязимая стреляешь снаряд летит допустим не прям в ту точку куда ты прицелился а чуть-чуть в сторону и там уже броня в разы может быть толще потому что если посмотреть на колледжен модельки hd танчиков там броня сделана как какими-то волнами перепадами и там черти что творится так вот раньше вбр выполнял какую роль роль того что броня у танков летая и она не имеет свойства быть одинаковой везде даже если вроде бы плоскость ровная то там есть какие-то отличия так вот вбр выполнял эту роль и смотрелось это все более менее нормально по стрельбе поскольку модельки танчиков были простые наводишься на нлд попал в него пробил не попал не пробил все было логично а сейчас стреляешь в уязимую зону даже бывает попадаешь а говорит не пробил потому что там просто вылетает минимальное пробитие и ты попадаешь в самую толстую часть уязимой зоны и все пробития не хватает потому что это перебор когда и вбр в стрельбе влияет на результат выстрела еще и моделька танчиков тоже влияет раньше моделька танчиков не сильно влияла на стрельбу а сейчас сильно влияет и даже всякие ватные танки местами имеют толстую броню и мы можем стрелять в лт или ватные ст и слышать тоже не пробил поскольку там бывают какие-нибудь точечки каем очки масочки там край масочки или еще какая-нибудь фигня которая толстая вот везде брони нету а в одном месте баня есть и ты обязательно туда попадешь рано или поздно раньше такого не было и этот вбр смотрелся более-менее логично нормальная стрельба не было такой тошнотворной сейчас же после того как танки перевели вожди надобности в таком вбр и большом в таких рандомных значениях во время выстрела нету поскольку сейчас роль литой брони выполняет сама это летая броня поскольку модельки танков сделаны таким образом что броня у них не однородная не сплошняком как раньше поэтому вбр во время выстрела не выполняет уже ту роль он ее выполняет второй раз поскольку первый раз уже выполняет сама броня и смысла в этом никакого нет но никто об этом не говорит все кушают эту конченую стрельбу которая стала ну абсолютно неприятной но при этом разработчикам никто не тыкает носом что они забыли про это сами нам это рассказывали перевели все танки в hd уже много лет назад и просто забили как обычно и ничего не делают а мы просто страдаем в этой игре и жалуемся что стрельба какая-то конченная но никто не может аргументированно разработчикам ткнуть носом что вот она вот здесь не так поскольку самим разработчикам судя по их изменениям и патчем им вообще дела нет учетом в картохе происходит во время боя их изменения в патчах это донатные картинки камуфляжики и через боль и силу минимальные изменения прям крупицы изменений в игре это в основном там выплаканные какие-то изменения устаревшие которые люди просили уже там лет по пять когда эти изменения уже ну просто смешно на них смотреть когда полупустые патчи выходят на мой взгляд стрельба в картошке сейчас неправильно и неадекватная стрельба чересчур неконтролируемая даже когда ты стреляешь хорошо четко идеально выцеливаешь нужные места стреляешь с хорошие точные пушки по узимым зонам все равно стрельба не смотрится хорошей и когда ты стреляешь скорявой какой-то убогой пушки то разница не такая уж и большая между точной потому что адекватность потерялась в стрельбе потому что за игрой нужно следить если что-то где-то меняется то нужно то нужно всю игру проверить может какие-то функции в игре уже устарели или каких-то не хватает но разработчики как обычно мне очень жаль что комьюнити ворду там занята какой-то билибердой и не может нормально ткнуть носом разрабам чтобы они хоть немного начали заниматься игрой а то вроде как юбилей игре 10 лет а патчи просто пустые с вами был варчик карать красиво всем пока а а и а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok